Сначала борьба идет информационно, то есть как, объяснять почему что-то происходит и что именно происходит, потому что у нас в новостях, вот, тут люди, в основном, до сих пор, большинство людей, это рабы телевизора, да. И вот в телевизоре у нас из новостей есть, вот, касающиеся наших внутренних проблем, что? Трамп и Украина. Правильно? Да. Внешние проблемы тоже Трамп и Украина, там еще есть немножко Европа, а внутренние проблемы, это опять же Трамп и Украина. В остальном у нас все хорошо, у нас рассказывают про оружие, которое не существует или которое существует в гомеопатических количествах и никогда не будет защищать нашу страну. У нас рассказывают о скрепах наших в Сирии, но не особо освещают тему того, что в Сирии, допустим, заключены были нашими нефтяными компаниями ряд очень интересных для компаний, не для нас, контрактов, потому что страна ведет как бы борьбу за свои экономические и политические интересы. Опять же, не за интересы страны, у страны нет интересов, за интересы российских олигархов. Можно вести борьбу за интересы российского народа, но за них борьбу никто не ведет. И вот люди у нас не знают о происходящих забастовках, которые реально бывают, они не знают о том, что происходит на периферии. Многие до сих пор оперируют данными Росстата, допустим, о уровне средних зарплат. Хотя вот вы прямо здесь можете, в Казани, у себя провести нормально свой массовый опрос, поговорить с людьми, выяснить, сколько кто получает, просто и получить среднюю зарплату реальную, а не среднюю зарплату по данным Росстата. Такой работой нужно заниматься постоянно. То есть, искать информацию, делиться ей с другими людьми и понимать, что творится в нашей стране. А дальше уже разбираться, почему именно это творится в нашей стране, да и не только в нашей стране. То есть, проблемы такие же есть сейчас во всех странах. То есть, сейчас наступления на права трудящихся идут, по сути, по всему миру. Например, тот же самый пенсионный возраст очень резко и быстро подняли во Франции гораздо раньше, чем у нас. Сейчас там тоже, кстати, идут те же разговоры, что и у нас по поднятию продолжительности рабочей недели. У нас рабочая неделя 40 часов, у них рабочая неделя 35 часов, по закону. Ну, ясно, что у нас уже этот закон давно не выполняется, это фикция, да. То есть, практически все работают больше 40 часов, да. Но при этом у нас поднимают вопрос о том, чтобы избавиться от старых, мешающих бизнесу, оков, осталось, что со времен Советского Союза, в том числе от 8-часовой рабочего дня, и перейти, допустим, к рабочей неделе 60-часовой. У французов тоже, кстати, это сейчас рассматривается, там собираются тоже вести 60-часовую рабочую неделю. Французы недовольны, они бунтуют, у них там все эти вот... Жорожей. Да, то есть, находят какой-нибудь повод, выводят народ на улицу, у них там участвуют в акциях протеста и забастовках по 1,5-2 миллиона человек. Греки с населением, ну, извините, 15 миллионов умудряются вывести на улице 1,5 миллиона человек. И реально, у них митинг только предупреждение. Если предупреждение не работает, они устраивают национальную забастовку. Как у нас народ реагирует, вы сами видите, никак. Почему? Часть не знает вообще, что происходит, верят в сказки из телевизора. Большая часть, даже понимая, что происходит, считает, а что я могу сделать, их много, а я один. То есть, вот сидят 140 миллионов человек и думают, а что я сделаю, их много, а я один. По отношению к тем нескольким тысячам, которые всем рулят. И не видят каких-то нормальных, осмысленных средств борьбы, способов борьбы. Они не обладают информацией. А информация, вот какой-то кусочек, есть у каждого из вас. Вот просто обменивайтесь ей. Информируйте об этом других людей. И даже связываться с ними или еще чего-то, тоже не обязательно. Вы можете делать просто сами. Связываться с друзьями своими, организовывать собственные кружки. Я хочу кое-что добавить. Очень важно, очень важно, ни под кого. Вот вы организовали коллектив. Это сейчас большая проблема, что организуются кружки, коллективы. Их тут же пытаются подметить от себя. Сначала коллектив и товарищи. Вот вы между собой договорились. Никакой там Леша Майоров или Вася Пупкин. Это не должно вам мешать делать вашу идею. То есть не нужно присоединяться к каким-то организациям и так далее. Дело в том, что организации должны возникать не сверху, а снизу. Организация, созданная сверху, создается ради организации. Организация, созданная снизу, создается ради идеи. И в этом случае она работает на эту идею. Это тоже нужно понимать. Все, что касается коммунистической идеи, советской власти и так далее, оно все идет снизу вверх и никак иначе.